Привет, ребята! Меня по-прежнему зовут Пахей, и я по-прежнему являюсь оператором команды Рэдисона. И вот, что хотелось бы сказать перед тем, как вы увидите, наконец-таки, завершающую третью часть Таёжных Хроник. Я хочу сказать, простите нас. Простите нас, во-первых, за то, что в каждом ролике мы пытаемся показать культуру питья, дать, может, кому-то пример наглядный, что надо знать меру, много не пить, поддерживать живое общение, атмосферу. Но в этот раз что-то пошло не так, и мы облажались в этом плане. Всё дело в том, что мы, как ни крути, тоже живые люди, и мы тоже имеем право на отдых. В общем, не заходя далеко в дебри, я скажу, что этот выпуск будет отличаться от всего, что вы видели раньше. Здесь будет много житейского опыта, много крылатых фраз, ну и, конечно, много косяков. Спешу заметить, что происходящее на экране не всегда будет совпадать с логикой происходящего, но я всё же попытаюсь провести вас по этим волнам маразма, идиотизма. И, в общем, смотрите сами. Бортовой журнал номер 13, вечер субботы, время где-то 18.00. Поставил блесну, называется «Блесна клиторальная». Вот клиторок, вот на ней играешь. Да, вот примерно про это я вам и говорил. Ну, короче, литеральная блесна. Заброс. А сейчас я попытаюсь немножко проспойлерить дальнейший сюжет, и сразу вам скажу, он нихрена не поймает. Он не поймал вчера, он не поймал сегодня, он не поймает завтра. Он только говорит, что будет ловить, но он ничего не поймает. Поэтому мы не будем просматривать, блядь, километры, километры материала, где он забрасывает удочку, снова её сворачивает, снова забрасывает, снова сворачивает, и при этом говорит, сейчас я поймаю. Хуй. Ребята, даже дождь нам не помеха. Потому что камера накрыта кепкой Рэдисом. Потому что я всегда с собой беру видеокамеру. Давай, родной. Давай, родной. Родужище, давай. Водички-то Енисейской запить надо. Что ж ты этим пивом-то запиваешь? Макаревич. Чего? Чего? А! Чёлочка. Ребята. У вас ус отклеился. А. Да. Что? Что вы всё-всё-всё-всё-всё. Так, подожди, у нас логически что? Получилось, что ты поймал рыбу и всё, наверное, закончилось, да? Да там много ещё чего там всяких этих. Да и... Где я и кокаин нюхаю? Кстати, да, этот момент тоже имел место быть. Поэтому мне не осталось ничего, кроме того, как показать вам это. Работаем, пишем. Всем привет. Привет, мои колумбийские подписчики. На этот блог записываю специально для вас, колумбийцы. Смотрите, что у нас есть в Сибири. Мы с Михайловичем в тайге. В тайге нам передали привет для наших колумбийских коллег. Ммм, буршак. Я, конечно, это всё не одобряю. Но в жизни надо попробовать всё. Михалыч, сейчас пойдём в жопу долбиться. Михалыч, ребята. Куда бежать, блядь? Ребята. Рыба, где рыба? Где рыба? Михалыч, Михалыч, Михалыч. Где бабки сорокалетние, Михалыч? Ребята, это все колумбийцы. Подписывайтесь на мой канал. Здорово. Вот как-то так это происходило, но не будем заострять внимание и... Пожалуй, все же продолжим смотреть. Итак, что там? У нас ужин. Не, дневник, что там? Как это делать? А, прошлый был тринадцатый, поэтому... А как я его называл? Бортовой журнал. А, бортовой журнал, запись номер четырнадцать. Бортовой журнал, запись номер четырнадцать. Бортовой журнал, запись номер четырнадцать. Готовим ужин. Суббота, второй день. Плов. Вадик, расскажи. Ты руки моешь? Это Вадик моет руки перед готовкой плова. Ну что, дорогие мои. Наконец-то мы дождались этого момента, когда мы начинаем готовить плов. У нас уже все приготовлено. Ну мы же снимаем, Витяй. Все ингредиенты приготовлены. Сейчас на данном этапе мы заложили сало. Мы его маленько вытопим. Вытопим, чтобы вкуснее все было. Ну и дальше уже будем готовить в процессе... У нас плов не мусульманский, потому что у нас сало. Плов у нас мусульманское, это курдючное сало, специальное, которое используется для приготовления. Вот оно начинает выжариваться. Дай, дай. Курдючное сало это то, это метис. Получается метис, когда баран со свиньей переспал, получается курдючное сало. Вот поэтому его даже мусульманам можно есть. Так вот, хочется сказать, что тем, кто говорит, что мы свинью не едим, я банан ломаю, я его так не куцаю. Я вам так скажу, что сало, масло западло, колбаса на хуй похоже, петух курицу ебет, рыбы воду обосрали. То есть не есть, не пить вообще по понятиям вообще ничего нельзя. А кто вафли ест, скажите, ребята, кто вафли ест? Вафлеры. Вафлеры. А настоящие пацаны едят печенье в клеточку, понимаете? Нажрите. Мы вытопили сало маленечко, добавим масло и будем обжаривать уже непосредственно само мясо. Налили вот маслица маленько и у нас уже приготовленное есть мясо. Подготовленное? Да. Готовить мы его только сейчас будем. Мы его выкладываем для обжарки. Все, ребята, на самом деле мяса хватит, потому что иначе там еще будет морковка и для риса не остается места. Поэтому мы ограничимся вот таким количеством. И так его предостаточно здесь. Да. Да, да. И начинаем непосредственно его приготовление сейчас. Что под выкипец, что так. А что с другим-то мясом делать? Я не знаю пока. Все, да? Да. Сейчас мясо обжариваем, потом дальше лук закладываем, я позову. Мясо маленько обжарилось и мы добавляем сюда. Обжарилось, я припарковалась. Лучок, лучок. Ты сядь, убери свои речи. Сядь, сядь, сядь. Короче, лук добавили, будем готовить дальше. Ты сядь, убери свои речи. Все, пока все готовится, сейчас водичка лишняя выкипет, все под обжарится маленько и мы будем готовить хаш дальше. Дошли уже до вот этого продукта, называется нахуд. Да, если говорить по-русски, это чурекский горох. Я, конечно, не знаю, как он вкус придает, но чурки его все добавляют. И мы не будем отходить уже как бы от рецепта, мы его добавим тоже. Мы вот высыпаем его. Да, мы коктюрки тоже плохо с виними делаем. Сейчас это все варится и мы уже будем добавлять, где приправа, Митя? Приправа? Да. Сейчас вы понюхаете действительно запах плова. Но особенно зрители-то все понюхают. Да, зрители как раз все понюхают. Вы оденьте 3D очки и понюхаете. Ребята, YouTube сделал новую функцию. Нажмите в правом нижнем углу 3D, оденьте очки и понюхайте. Запах пиздежа. Вот это вот пиздежки, ну мир дверняшка. Это самая лучшая приправа для плова, которая есть в городе Красноярске. Проверена уже неоднократно, поэтому мы ее добавляем. Вот этого достаточно. Сразу видите, как преображается все. Возьмите с собой даже. Ебать-те резать, вот это запах, действительно, вот это запах. Так, а где соль была? Сейчас мы добавим соли. Вон там стоит. Соль байкалочка. Здесь как бы тоже стоит не проебать вспышку. Потому что, говорят, если кашу маслом не испортишь, плов с солью можно испортить легко. Поэтому я так уже по своему опыту посолю. Я считаю, достаточно. Вот снимаешь ты. Вот она. Все, наступил тот момент. Когда надо добавлять пепел? Когда мы добавим морковку. После добавления морковки уже плов не перемешивается. Морковочка уже заранее была приготовлена. Мы ее высыпаем. Ребятишки, хаш у нас уже готов. И мы начинаем оконцовочку нашего блюда. Это закладывание риса. Равномерно распределяем его по нашему казану. Специально заготовленный чеснок. Мы его даже не чистим прямо вот в таком виде. Но единственное, что он мытый. Мы его втыкаем. Делаем так называемое минное поле. И в оконцовочке мы должны... Разровняемся здесь все. Ложечку возьму с вашего позволения. Добавляем водички. Сколько? Водички добавляем, чтобы скрыло ложечку. И сейчас мы закрываем его. Делаем огонь маленько поменьше. И через 40 минут он будет готов. Дорогие друзья, наше блюдо готово. Мы начинаем помаленьку все это вынимать. Чеснок. Сейчас что вы делаете? Сейчас мы выключаем плиту. Плов начинает преображаться. Только мне нефть. Че, хуйня получилась? Полная хуйня. Нахуй. Вываливаем. Спустя какое-то время мы все дружно собрались. Поели плова. Выбили пиво. И можно сказать, это был конец истории. Ну, почти конец истории. А, Митя, отчет прошедшего дня. Все заебись. Ничего не поймали. Все сожрали. В смысле ничего не поймали? А, ну да. Ребята, день, суббота прошел великолепно. Я ничего не поймал. Поймали. Поймали. Ребята. С Москвы, с Торильски. Пять штук. Паша поймал с берега самую здоровую щуку. Килограмма на болтора. Мы из этого всего свалили уху. Из пашиной щуки сделали. Просто его в муке обваляли, пожарили. Сделали плов. Вы видели его, кстати. Все, отдыхаем. Сейчас ложимся спать. Следующее включение на завтра. Пишите, нажмите на паузу и внизу пишите. Ложимся мы спать или не ложимся. Пишите, нажмите. Пишите, нажмите. Уи, дожно все будут отступить. Ха-ха-ха-ха-ха. Михалыч, давай. Рабокопа. Рабокопа, Михалыч. Робокопа Изогарс закупил робота уборщика ежевики Михалыч давай Universal Soldier Ван Дам Или как Иван Драго Давай Паша мне нужны твои вещи Паша мне нужна твоя куртка Она теперь не нужна Мне нужна твоя куртка Отдавай сюда Она теперь не нужна Русский партизан Отдай своя куртка Русский партизан Давайся И наш НАТО не будет тебя бомбить И выдаст сало и яйки Давайся Ха-ха-ха-ха Портовая запись, номер 143. Воскресенье, утро, только проснулись. Рыбу поймали практически все. И Паша, и пацаны из Москвы, из Норильска. Не поймали рыбу только Михалыч, я и Вадик. Будем исправить эту ошибку. Я должен поймать рыбу и вам показать, на что ее я поймал, на что ее надо ловить. Сейчас завтракаем, как обычно. Завтрак у нас в Доширак. И УАЗ, и Водевиль. Легкий завтрак, лайтовый. Скажем так, водки много пить не будем. Все, следующее включение, когда поймаю рыбу. Я вам говорю, что следующий выход на связь, когда поймаю. Но я ничего не поймал. Поймали, вот, москвичи на Норильска. Вот до килограмма три. Это пятерик, Вадик. Это пятерик. Это пятерик минимум. Попробуем. Сейчас, у нас поменьше было. Надо ее пороть. Сейчас он все сделает. Ключок сломал. Надо ее пороть. Вадик сказал, надо ее пороть. Бортовой журнал. Запись номер 284. Воскресенье. День рождения у меня. Воскресенье. День рождения у меня. Я носками прет. Претанную раз. Такое все равно. Провожают суки-бляди и друзья. В руках подарки. Только слышен громкий смех. Ипотека для всех. Это Пашина песня. Ждем катер. Ждем катер. Не приходит. Должны были ехать 12 часов. Сказали, что уедем в 3. Денечка, а ты через ужин дай еще. Почему в 3, в 5 мы едем? Ой. О. Должны были уехать. О-о-о. На-на-на-ра-на. Должны были уехать в 2. Че, шрать собрался? Уедем в 5. Хоть пиздить. Я пишу блок, блок. Доложик. Доложик. Это же лайф. Уедем в 5. Время... А сколько время, Саня Михайлович? 15-13. Мы пока ведем. Все. И считает рублей. А, уезжаем через час в 47. И все, следующее включение в ракете. Пока. Ребята, вот и закончилось наше путешествие в тайгу. Мы приплыли на проходе, поедем на автобусах. Паша, покажи автобусы. Не на таблетке. Рыбалка удалась. Даже опять же, хоть я не поймал опять ни одной рыбы. Лошара. Паша и тот поймал. Паша с камерой. Одну рукой держал камеру, вторую закидывал удочку и тот поймал. Мораль сей басни такова. Ездите к нам в Сибирь. Город Красноярск. У нас классное Красноярское водохранилище. Рыбалка. Во. Щуку увидели сами здоровую. Все. Я вас всех люблю. Ждите моих следующих видео. Пока. Иди делай свои грязные дела. Я какать захотел, пока я плывал на волк. Иди делай свои грязные дела.